Быстро и комфортно – основные критерии, которыми руководствуется человек при выборе такси. При этом каждый считает, что к нему должен приехать водитель высокого класса, не ожидая, что поездка может завершиться дорожно-транспортным происшествием. К сожалению, с начала нынешнего года водители такси и маршруток, которые ежедневно перевозят людей, нарушили правила дорожного движения более 200 раз. А потому особое внимание сотрудников госавтоинспекции к данной категории водителей обосновано и понятно. Сотрудники ГАИ проводят рейд, в рамках которого проверяем, как водители такси соблюдают правила дорожного движения. Мы очень часто уделяем особое внимание именно данной категории участников дорожного движения, потому что нередко именно они являются самыми злостными нарушителями правил дорожного движения. В сводках новостей случаи дорожно-транспортных происшествий с водителями такси участились. Проезд на запрещающий сигнал светофора, разговоры по телефону во время движения, непристегнутые ремни безопасности, нарушения скоростного режима. Эти и многие другие правонарушения на счету водителей такси. Сами таксисты объясняют такое количество нарушений так. Скорее всего, что нет отбора, как раньше, не следят за тем, чтобы был стаж у водителей, проверяли. Ну, это надо отбирать контингент, который будет работать в такси, то есть надо, чтобы чуть-чуть жестче было. Мое личное мнение, как бы, это невнимательность самих водителей, вот именно таксистов, это спешка. Сейчас в силу непонятно какой-то сложившейся такой ситуации в стране, заказов мало, работа не идет, в общем. И вот с этим связано, наверное, то есть какое-то такое неблагополучие, в общем. Естественно, утрачивается реакция, утрачиваются нормальные способности водителей. Молодежи очень много в такси сейчас стало, а им все равно, им гонять и не гонять. За время проведения профилактического рейда были остановлены десятки водителей. Инспекторы проверили документацию и физическое состояние тех, в чьих руках бывают судьбы горожан. Стоит отметить, что нарушений водителями такси выявлено не было. Но для того, чтобы наши дороги были безопасными, все участники дорожного движения должны знать и соблюдать правила. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.